всем привет это канал эффект призм и сегодня вам покажу как сделать вот такого вот призрака который проявился в дыму как будто бы из чьих-то воспоминаний ну что же погнали а только с этой стороны пока что работает погнали итак я думаю можно начинать я уже скачал вот такие два видео в качестве исходников это костер и танцующая девушка на фоне хромаке давайте добавим их на таймлайн здесь нам звуковая дорожка не нужна тем более что она пустая и вторым слоем добавим нашу девушку давайте клипы выровняем по длине выделим оба клипа нажмем правую кнопку и создадим новый fusion клип теперь переходим fusion так у нас уже создалась надо мерч ее пока что можно убрать она нам не нужна и отключим костер от media out первое что нам нужно это убрать зеленый пол давайте выведем этот клип на правый viewer нажмем кнопку клавиши shift пробел и добавим дельта кир мне больше всего нравится как он работает зеленым фоном но киров достаточно много вдовинчи поэтому можете использовать тот который нравится вам если вы уже какое-то использовали я буду использовать дельта кир выведем его в левый viewer вправо точнее и для того чтобы нам от кейт нам нужно просто перетащить пипетку на зеленый фон и в целом как бы у нас уже вся магия и произошла но если здесь включить альфа канал то мы увидим что прозрачность в данном случае это черный фон он не полностью убран и девушка тоже частично от кейлась вот то есть у нас присутствуют такие градиенты стерва нам нужно это почистить для более красивого результата для этого переходим во вкладку made и здесь для того чтобы почистить черный цвет мы немножечко двигаем параметр треш шоут в части лоу смотрим так чтобы черный был чисто черным давайте немного увеличим область обзора вот у нас немножечко здесь еще сохраняется давайте чуть-чуть еще подвинем вот так и для того чтобы очистить белый цвет мы двигаем вот этот ползунок с этой стороны вот примерно так еще остались немного артефакты их можно очистить с помощью вот этих еще ползунков немножко добить clean for ground это мы будем очищать белый цвет здесь вот у нас есть пятна попробуем их убрать с помощью вот этого ползунка но тут немножко остался думаю ничего страшного и чуть-чуть подымем clean background для дополнительной очистки черного если вдруг что-то осталось но на первый взгляд не видно давайте вернемся в режим color посмотрим все ли у нас хорошо ну выглядит так как будто все отлично ну что же с этим закончили теперь давайте наложим нашу девушку на фон с костром для этого возьмем выход ноды дельта кир и потянем к выходу наши ноды там где костер и у нас автоматически создается но до мерч давайте отобразим ее и так мы уже видим что девушка у нас на фоне костра теперь нам нужно ее немного уменьшить для этого мы создадим ноду трансформ так давайте в ноде трансформ мы уменьшим размер ну вот примерно так и чуть-чуть ее подвинем по оси x хотя размер можно еще чуть-чуть уменьшить даже даже еще немного вот пусть будет примерно так далее девушка у нас проявляется как призрак в дыму призрак воспоминаний такой веселый судя по танцу девушки поэтому давайте стилизуем ее так чтобы она тоже было как будто в дыму для этого возьмем ноду fast noise отобразим ее в левом вьювере давайте чуть-чуть подстроим добавим деталей уменьшим немного яркость и наверное давайте добавим контраста и подкрутим чуть больше скейлин вот примерно так и ноду fast noise добавим как маску в ноду мерч что это значит когда мы добавляем маску в ноду мерч мы маской ограничиваем то что у нас подключено foreground то есть только передний план это никак не повлияет на наше фоновое изображение и так давайте посмотрим что получилось как видите девушка местами прозрачная а местами не прозрачная это все благодаря ноде fast noise который подключена у нас как маска иногда девушку очень плохо видно особенно лицо поэтому давайте немножко еще до настроим ноду fast noise добавим контраста и наверное уменьшим скейлин точнее лучше наоборот мы его увеличим примерно так поднимем параметр ситрейт для того чтобы у нас вас ность был изначально анимирован и параметр ситрейт он отвечает за скорость анимации fast noise то есть обратить внимание на левый вьюер давайте перейдем начало клипа и опустим ситрейт в ноль у нас fast noise статичен если мы его увеличим то он начнет как бы бурлить и если мы увеличим его еще больше то и бурлите начнет быстрее поэтому я рекомендую здесь настроить так чтобы скорость анимации fast noise было примерно равна скорости дыма какой дым поднимается вверх от костра это примерно вот так давайте проверим но что-то очень похожее можно даже наверно немножечко помедленнее сделать ну вот примерно так мне кажется сейчас выглядит отлично хорошо теперь для скажем так натуральности давайте сделаем так что все что позади девушки будет искажаться по принципу горячего воздуха для этого давайте добавим ноду дисплейс так нода дисплейс создает оптические искажения по некоторой карте давайте в качестве карты мы как раз таки добавим сюда нашу девушку уже смещенную в ту позицию куда нам надо поэтому берем выход из ноды трансформ а не из самого клипа с девушкой лист дельта кира давайте уже возьмем спозиционированную и тянем к зеленому входу ноды дисплейс теперь давайте поднастроим ноду дисплейс и так в левом вьювере она у нас отображается я уберу правый вьювер для того чтобы он не мешал и так что нам нужно поменять в ноде дисплейс давайте подкрутим немного offset рефракшн стрейт делает более резкими искажения и спред он немного искажения закручивает сильно не видно потому что у нас рефракшн стрейт не сильно высокий вот давайте пусть будет пусть будут примерно вот такие значения давайте проиграем посмотрим что получилось видите вот у нас даже видно как танцует девушка такой немножечко магический призрачный эффект а сейчас посмотрим как это выглядит вместе отобразим ноду мерч в правом вьювере давайте посмотрим видите все что за девушкой искажается смотрится по моему очень неплохо сейчас для того чтобы сделать совсем красиво давайте уберем вот эти вот резкие переходы здесь это низ нашего видео с девушкой убрать это можно следующим образом например давайте добавим маску ellipse подстроим ее размер так чтобы она у нас ограничивала наше видео с девушкой но при этом не закрывала ничего важного примерно вот так и скомбинируем ее с нодой fast noise подключим ее именно в синий вход маски к ноды fast noise и таким образом у нас маски скомбинируются вот как видите у нас уже девушка видео с девушкой немножко подрезалось и для того чтобы не было видно вот таких резких границ давайте увеличим параметр soft edge в ноде ellipse он сделает переход такой более мягкий чтобы было понятнее как работает soft edge я покажу например возьмем ноду background давайте сделаем вот такого цвета чтобы было лучше видно и ellipse как маску подключим к бэкграунду ну вот и когда мы меняем параметр soft edge смотрите что происходит вот примерно то же самое происходит на видео с девушкой так это убираем и так сейчас как мы видим чуть-чуть осталась резкая граница но это уже от ноды дисплейс поэтому мы берем ellipse и подключаем его еще и как маску для эффекта дисплейс так все еще немного видно значит нам нужно масочку чуть-чуть подвинуть либо же попробовать решить этот вопрос с мягчением вот примерно так все у нас уже не видно этой границы давайте проиграем то что у нас получилось ну что же как по мне очень неплохо девушка то еще за это появляется как будто действительно она в дыму единственное еще для пущего эффекта я бы добавил сюда свечение давайте это сделаем нажимаем shift пробел и добавляем ноду glow давайте добавим ее после ноды transform и перед нодой merge для того чтобы не разъединять эти связи вы можете просто зажать клавишу shift и потянуть ноду glow и когда вы увидите зеленый и синий цвет связи можете отпускать левую кнопку мышки и нода glow уже сама подцепиться именно сюда итак давайте чуть-чуть подстроим ноду glow для того чтобы наш призрак светился так давайте увеличим glow сайт и делаем параметр glow чуть побольше пусть будет вот так в самых непрозрачных моментах будут появляться такие пятна свечения мне кажется многовато давайте чуть чуть приберем все так вот где то так а еще давайте немножечко подкорректируем цвета девушки потому что призрак не может быть мне кажется настолько ярким давайте добавим ноду color corrector после 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 дельта кира жмем shift пробел ищем color corrector так давайте отобразим его в правом вьювере давайте уберем saturation чтобы видео было чуть более черно-белым ближе к черно-белому диапазону скажем так я думаю вот так и пусть чуть-чуть потемнее берем контраст слегка вот примерно так давайте посмотрим что получилось запускаем наше видео да мне кажется так смотрится поинтереснее но если хотите можете цветокоррекцию и не делать ну и для того чтобы весь клип смотрелся чуть-чуть интереснее давайте добавим ноду transform для того чтобы сымитировать наезд камеры и анимируем это нажимаем опять же shift пробел добавляем ноду transform добавляем ее после ноды merge и перед media out переходим в первый кадр на параметре size ставим ключевой кадр переходим в последний кадр и ставим где-то пусть будет один и один вы можете поставить так как нравится больше вам то есть у нас в первом кадре будет оригинальный размер а в последнем на десять процентов больше давайте немножечко смягчим анимацию откроем spline editor выделим параметр size который мы меняли нажимаем кнопку zoom to fit выделяем наши две ключевые точки и нажимаем клавишу s на клавиатуре либо же кнопку smooth внизу spline editor и таким образом наша анимация будет не резкой я рекомендую всегда смягчать анимацию потому что так она смотрится чуть более натурально единственно что если вам прям нужно чтобы анимация была резкая можно не смягчать а в общем я почти всегда использую эту функцию закрываем spline editor и вот теперь смотрим что у нас получилось ну что же мне кажется очень даже неплохо мне нравится надеюсь вам тоже всем пока 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 не забыла